Гастролирующие по России так называемые продавцы с шариками добрались до Твери. Наша съемочная группа сняла эксклюзивный репортаж о том, как работают предприимчивые торговцы, ориентируясь преимущественно на пожилых тверичан. Молодая девушка с большим количеством воздушных шаров подходит к пожилой женщине. Начинается разговор. Спустя несколько минут бабушку ведут через дорогу. Именно там находится банк. Внутри мы видим, уже вместе они стоят у банкомата. Бабушка готовится снимать деньги. Что вы хотите купить? Что вам предлагают? Я не знаю. Мне предлагают куртку. Какую куртку вам предлагают? Мы попробовали поговорить с так называемыми промоутерами, но сделать этого не удалось. Девушки почему-то в рассыпную побежали, куда глядят глаза, и параллельно начали кому-то звонить. Девушка, мы видели, как вы переводили пожилую женщину, которая за 80 явно. Что вы ей предлагали? Ничего. Она скажет, что вы предлагали ей купить некую куртку. А что вы стесняетесь? Ой, шарики. Что вы стесняетесь? Расскажите, пожалуйста. Куртку. Какую куртку? Лучшую. Ой, спасибо вам большое. Какую куртку? Ну, самую лучшую куртку. Даш, иди сюда. А какую самую лучшую? Зачем вы пошли с женщиной в банк? Вон там девушка уже скрывается. Она просто убегает. Ей сказать нечего. Пожилая женщина, которая уже глубоко за 80 на этот раз не совершила покупку. Продавцы, завидев телевидение, сбежали. Теперь идем в магазин. Как только съемочную группу нашего телеканала увидели продавцы, сразу же здесь появилась вывеска. Магазин закрыт. Теперь сюда попасть, увы, не получится. Продавцы, консультанты сбежали. Пару дней назад такой же магазин, обвешанный шариками, работал в другой точке города. Там совершила не совсем желанную покупку другая тверичанка. Она купила меховую кофту за круглую сумму больше 30 тысяч рублей. Спустя несколько дней после решила вернуть товар. Но, увы, сделать это оказалось не так-то просто. Я пришла домой, мне сказали, ты что купила? Ты посмотри, во-первых, большой, 54-й рост, я ношу 48-50, понимаете? И сказали, и фасон тебе не идет, и рукава большие, не такие как. В общем, сказали, иди верни. Я пришла, все, написали заявление. Все, честь по чести было. И я на следующий день пришла, они говорят, у нас бухгалтерия работает, приходите во вторник. А во вторник пришли, а там? А там закрыто все. Проверку честного знака товар не прошел. Женщина планирует написать заявление в полицию. Татьяна Владимировна тоже несколько месяцев назад столкнулась с промоутерами этого магазина-гастролера. На уловку не попала, хотя ее тоже хотели по ее словам развести. Теперь сама активно занимается борьбой с так называемым магазином «Шарик». Такие магазины двух и трех «Невки» уже давно работают в Москве. И также подобным путем уговаривают пожилых людей совершить покупку некого товара. Они закупают на садоводе в Москве самый дешевый товар, куртки, искусственный мех, искусственная кожа. Собирают команду. Команда, как правило, это неквалифицированные мальчики и девочки, не имеющие образования, но умеющие связать три слова в предложение и прочитать эти этикетки. Хватают бабушек, буквально тащат за руку и бабушкам обращаются «девушка, девушка», и как вам будет здорово, вы просто расцветете, все болезни у вас пропадут. Буквально через час весь товар из магазина с шариками погрузили в машину и увезли. Шарики сняли. Теперь такой же магазин, скорее всего, откроется в другой точке города. Мы направили соответствующий запрос в управление Министерства внутренних дел по Тверской области и ждем ответа от ведомства. Если вы увидите магазин с шариками и без вывески, хорошенько подумайте, прежде чем решиться на какую-то покупку, чтобы потом не пожалеть. А мы всегда стоим на позициях защиты интересов наших зрителей и будем информировать вас о подобных, так сказать, предпринимательских новшествах. Ведь, согласно русской поговорке, предупрежден – значит вооружен.